21 февраля 1994 года. В эфир вышла первая программа канала 16. Давайте познакомимся. Журналист Игорь Грузин вместе со съемочной группой отправился на улицы Наукограда, чтобы узнать у его жителей, нужно ли городу свое телевидение. Конечно хотел бы. А почему? Люди бы все сидели дома, занимались своими делами, смотрели телевизор. Что? Своё телевидение, чтобы у нас было. Не знаю. Я редко смотрю телевизор. В телевидении жить мы просто здесь не сможем. Да, обязательно. А потому что в нашем городе должно всё быть. Впервые телевидение в закрытом городе появилось в начале 60-х и просуществовало более 20 лет. Те новости значительно отличались от современных. На формат влияли строгие режимные требования и дефицит хорошей аппаратуры. После достаточно долгого перерыва телевидение в нашем городе возродилось. Но в эфире канала 16 горожане увидели уже совсем другие новости. Сегодня городское телевидение возрождается заново. Но нельзя дважды войти в одну реку. И, наверное, наше телевидение будет другим. Мы по-другому смотрим на мир. Изменился стиль жизни. Изменилась сама жизнь. Появились энергичные и предприимчивые люди, которые не пугаются трудностей нового дела. Ну, по характеру, каким оно должно быть? Должно быть, конечно, самостоятельным. Это я говорю заранее. Потому что в администрации намерений как-то управлять телестудии нет. Поэтому самостоятельность, но одновременно и объективность, правдивость и объективность во взаимодействии со всеми слоями, группами населения. Вот это очень важно, чтобы не было выборочного подхода. Новости ядерного центра, православная тематика, события в сфере культуры, медицины, криминальная хроника. Ежедневно по будням в эфире канала «16» выходил 30-минутный выпуск новостей. Готовил репортажи о людях и для людей сплоченный коллектив операторов, журналистов и монтажеров. Специалистов ярких, творческих, идейных. И каждый, кто работал здесь, кто начинал этот проект, все абсолютно это понимали. Все работали, не считаясь со временем. Мы все уходили в 9-10, в 12, в 2. Вот как надо. Так работали. Причем работали по всем направлениям. Владимир Иванович правильно сказал. Весь город был как на ладошке. Был, значит, Слава Лапашов – молодежная программа. Ира Нехаева – спортивная программа. Особо цены среди материалов тех лет фильмы о городе считают журналисты-телеведущие Ольга Корнилова. Документальные ленты не только рассказывали зрителям о истории родного Наукограда, но и показывали жизнь закрытого города тем, кто никогда не сможет попасть на другую сторону контрольно-пропускного пункта. Один из самых популярных форматов тех лет – прямые эфиры. А они живее смотрелись. И люди-то живые приходили, не в записи, а, скажем, если особенно, когда начинались выборы, что у нас там творилось. Но прямые эфиры. Все пытались выйти в прямой эфир, чтобы провести какую-то акцию рекламную. Очень много. Это вот первое, что я оцениваю, что самое позитивное – это прямой эфир. Сегодня медиапространство стало гораздо шире. Актуальные новости можно получить, открыв ленту практически любого мессенджера. Канал 16 идет в ногу со временем. Мы есть на всех популярных цифровых платформах. Но в то же время бережно храним традиции эфирного вещания, заложенные основателями канала 16. Политика, культура, спорт, медицина, происшествия, региональная и федеральная повестки. Мы делаем новости о вас и для вас. 21 февраля, впервые в 1994 году, 29 лет назад, вышла первая передача. Но на самом деле предприятие было зарегистрировано в ноябре 1993 года. И для нас, для всех, это год 30-летия организации под названием телерадиокомпания «Канал 16». 30 лет «Канал 16» на острие информирования граждан о политике, о спорте, о событиях и новостях, о простых людях, которые живут в нашем городе. И я думаю, что впереди у нас большие перспективы и еще 30 лет работы. К своему 30-летию в ноябре мы готовим масштабный ретроспективный выпуск «Пешком по Сарову». Вспомним, как все начиналось, поговорим с ветеранами Саровского телевидения, найдем старые кадры. И все это покажем вам. Оставайтесь с нами, будет интересно.